Приветствую вас, но давайте мы разберем ваш вопрос. Муж не помогает с ребенком, очень мало сидит, мало что делает. Как на него повлиять, уже говорила и объясняла. Бесполезно, он считает, что он тоже все делает и помогает. Я на восьмом месяце беременности, очень тяжело мне справляться. Такой у нас вопрос. Ну, смотрите, первое, что хочется сказать и отметить, это то, что я так понимаю, вы ждете второго ребенка, и каким-то образом, иначе как чудесным, вы ждете второго ребенка в условиях, когда с первым ребенком вам муж не очень хорошо помогает. Но это, как минимум, вызывает вопрос. Если вам муж не помогает с первым ребенком, почему же вы решили завести второго? И нет, я не считаю, что зачатие ребенка является случайной историей. Я думаю, что если люди подходят к этому ответственно и серьезно, то никакого случайного зачатия ребенка быть не может. Это первое. Да? То есть вот вам бы как-то определиться нужно с этим. Второй момент. Вы берете ту ситуацию, в которой описываете, ну, скажем так, не то чтобы в лакуне, но в определенном временном промежутке. Этот определенный временной промежуток является собой вот то время, которое сейчас, когда вы на восьмом месяце беременности ждете второго ребенка, и вам очень тяжело. А с первым ребенком вам муж не помогает. Это тот временной промежуток. Но на самом деле, то, что вы описываете, является лишь результатом или следствием чего-то, что было раньше. Вы с мужем вместе как-то пришли к тому, что он вам не помогает. Вы с мужем как-то пришли к тому, что мало сидит, мало что делает, и вы с мужем опять-таки как-то пришли, что вы хотите на него повлиять. Понимаете? То есть, грубо говоря, изменить. То есть, в какой-то момент вы со своим мужем перестали видеть друг друга как личности, а начали вы видеть только как родителей. И вот этот момент, когда вы просто переключили свое внимание на другие вещи, да, важные, да, безусловно, серьезные. И ребенок, и второй ребенок, это большой вызов для пары, но все равно вы переключили свое внимание, вы отдалились от этого. Попробуйте вспомнить себя и своего мужа, когда вы, например, начали встречаться только, или когда поженились, или первое время брака. Вот. Какие у вас тогда были отношения? Отношения. Что это были за отношения? Какого типа это были отношения? Ну, было ли вам хорошо вместе? Было ли у вас что-то общее с мужем? Как вы воспринимали друг друга? Какие у вас были цели? Были ли это цели какие-то совместные, понятные друг другу? Или всегда были какие-то немного разные цели, которые где-то казались непонятными? И вам по отношению к мужу, и мужу по отношению к вам. Лично я думаю и предполагаю, что когда-то все было хорошо. Иначе бы вы просто не поженились. Хотя там все было здорово. Но потом что-то начало меняться. Здесь очень важно увидеть на мой взгляд момент того, как вы пришли к рождению ребенка. Опять же, я бы не сказал, что это какая-то случайность. Я бы не сказал, что вы как-то случайным образом решили завести ребенка. На мой взгляд, это неправда. На мой взгляд, это неправда. на мой взгляд, вы пришли к этому плюс-минус как-то осознанно. Но если вы пришли к этому осознанно, так давайте будем в таком случае и разбираться. Какое значение для вас ребенок имеет, какое значение имеет ребенок для мужа и так далее. Следующий момент. Это, конечно же, коммуникация между вами и вашим мужем. Обсуждение вопроса коммуникации очень важно, потому что многие люди не придают этому вообще значения. коммуникации. То есть люди не отдают себе отчет в том, как они общаются, как они коммуницируют. Люди не отдают себе отчет в том, как они разговаривают друг в друг. А вообще-то это очень важно, потому что если коммуникация между людьми здоровая, то все более-менее у людей неплохо. Если коммуникация у людей не здоровая, деструктивная какая-то или что-то еще, то возникают проблемы. Естественно, я могу предположить, что ваша коммуникация с мужем в какой-то момент стала очень и очень проблемной. Лично я думаю так. И ее нужно обратно настраивать, ее нужно обратно сделать конструктивной. Ее нужно обратно сделать конструктивной для помочь, чтобы у вас была возможность обсуждать и проговаривать условно говоря те вещи, которые вас волнуют. Поэтому обратите пожалуйста свое внимание на то, как вы коммуницируете друг с другом. Обязательно на это обратите внимание. Как, насколько хорошо вы друг с другом коммуницируете и присутствует ли эта коммуникация скажем так как у вас. Разговариваете ли вы например с своим мужем допустим скажем так уважительно. да. Вот. А значит даете ли вы ему понять что вы значит ну цените его выбор его решение его ценности и так далее. Вот. Просите ли вы своего мужа да. Рассказать вам о себе и вообще знаете ли вы чем чем ваш муж живет. То есть какие у него он ну к примеру какие у него ага сейчас цели да. Какие у него сейчас ну приоритеты и так далее. Вот. Это все на мой взгляд очень важный очень важный момент если вы ничего этого не знаете то конечно коммуникация с мужем ну может считаться нарушенной и вам сложно находить общий язык. А вот вы говорите что ну объясняли ему что говорили вот тоже хотелось бы уточнить немножко этот ну вот этот момент да то что каким образом вы ему говорили об этом то есть какие какие вы ну буквально использовали слова да и выражения и фразы вот для того чтобы ну донести ему свою позицию вот это тоже очень важно потому что если ваш муж чувствует требование да какое-то чувствует принуждение чувствует давление вот то конечно ничего хорошего из этого не получится ну и наконец вот когда вы говорите о том что вам тяжело вот о какой именно тяжести идет речь вот то есть это тяжесть физическая например и тогда мы конечно можем говорить об одном или это тяжесть вот психологическая и тогда мы можем говорить о других вещах например мы можем говорить о том что вам допустим ну к примеру обидно да вы чувствуете себя брошенной чувствуете себя покинутой да и так далее вот то есть какие лично ваши переживания здесь есть вот и что они эти переживания из себя ну так скажем представлял вот мне бы очень хотелось чтобы вы поискали ответ ответ на этот вопрос вот потому что там крайне важно увидеть все ваши проблемы а лично я не думаю что мы сможем просто взять да и вот вам не помогать тогда если вы хотите чтобы ваш муж понял вас то наверное нужно сделать попытку с одной стороны понять себя да понять себя и с другой стороны попытку понять его и рассказать ему об этом о том что вы понимаете о том что вы чувствуете и так далее попробуйте задать себе такой вопрос вопрос как видит вас ваш муж какой он вас видит видит ли он вас такой как вы хотите чтобы он чтобы он вас видел видит или он видит вас ну скажем так несколько несколько не не так как вам как вам бы того хотелось да то есть вы себя видите одним образом он вас видит другим образом вот лучше всего здесь поможет помогать семейная консультация да то есть парная консультация где оба человека обращаются к психологу да и вот обсуждают свои так скажем ну вот проблемы да то что их волнует и вот этот момент он помогает людям значит ну как то вот проговориться да вот помогает людям выговориться и лучше понять себя и своего партнера вот при этом при этом конечно разные бывают эффекты да то есть иногда не всегда что-то обязательно такое вот позитивное случается да бывает что люди раскрывают какие-то какие-то вещи которые им не нравятся или сложно понять и принять вот поэтому я конечно призываю вас быть готовы ко всему но семейная консультация вам необходима парная работа вам необходима вот на этом все я надеюсь что вам это было интересно надеюсь что вам это было полезно буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу что позволит вам сформулировать базовые посылаты для психотерапии может быть для своей личной психотерапии вот всего вам самого доброго обращаться обращаться в целом подписывайтесь на канал